Сюжет плачевный, но лайк ставить не забываем. На канале ИП редко затрагиваем тему филателии, но все-таки коллекционеров еще немножко есть, кто собирает марки. Решили немножко рассказать про выпуски Казахстана, особенно которые запомнились нам за 2017 год. Как-то на Каспочте стал дефицит с дизайнерами, с художниками. Марки выходят все хуже, все неинтереснее, все примитивнее. Вот хотели бы показать несколько выпусков, которые выходили именно в 2017 году. Вот один из выпусков, называется «Спутник Казеосат-1». Посмотрите, насколько картинка проста в исполнении, и трудно предположить, какой дизайнер это делал, что настолько все примитивно и некрасиво сделано. Еще одна марка, которая вышла относительно недавно, это называется «Сундук». Марка стилизирует как бы убранство юрты декорированное, и вот что здесь как бы дизайнер сделал, я, честно говоря, вообще не понимаю. Это марка, которая была выпущена в честь нового года 2018-го. Вот, как вы все видите, вот если выше сейчас поднимем, покажем, что здесь лежат четыре блока. Вот, в каждом блоке по пять марок. Сама марка, сама марка идентичная на всех блоках. Но для коллекционеров это четыре разные блока. Посмотрите, чем они отличаются. Вот этот вот шарик имеет непостоянство на четырех листах. Он то право, то слева, то внизу, то вверху. Вот этим и все, чем отличаются эти блоки. Для коллекционеров это получается четыре разные варианта. Хотя сама марка здесь везде одинаковая. Таким образом, работники Каспочты, выпуская эти марки, лезут в карман филателистов. Просто выпуская один и тот же вариант марок, просто в разном исполнении в блоках. Вот еще один наглядный пример. Опять же, лежат четыре разные листа с маркой, которая посвящена выпуску 25-летию выпуска первой художественной марки Казахстана. Эти четыре листа только отличаются тем, что разные поля. И вот здесь вот можно хорошо посмотреть. То есть, эти марки не перевернутые, а эти марки расположены друг напротив друга в шахматном порядке в перевернутом виде. Тедбеш называется. Все, четыре исполнения, четыре разные листа. Хотя марка, опять же, повторюсь сама, на всех листах одинаковая. То есть, коллекционерам, чтобы иметь полную коллекцию, приходится брать эти четыре листа. Дизайн марки абсолютно, вы видите, опять же, что здесь работал художник, что здесь работал дизайнер, что он сделал. Нет, это старая марка. Взял старую марку, изобразил ее, опять же, на новой марке и просто написал, что выпуску первых марок 25 лет. Дизайнер такое ощущение, что просто так вышел на пять минут, поработал и ушел. Ну, вы видите, что марки стали довольно некрасивые, неинтересные. В начале своего существования Казахстан выпускал очень красивые марки. В 90-х, в 95-м году, в 96-м были очень красивые, великолепные выпуски. Сейчас с каждым годом все хуже и хуже, марки неинтересные становятся. Люди-коллекционеры отказываются собирать марки. В этом году уже многие мне коллекционеры сказали, что 2017-й, наверное, будут их завершающим годом. Казпочта лезет в карман филателлистов, выпуская в одном исполнении несколько дублей, так сказать, одни и те же марки, но в разных исполнениях с полями. Поэтому, думаю, Казпочте надо серьезно задуматься над дизайном, над художниками, над дизайнерами, чтобы выпускали более интересный материал, чтобы люди продолжали коллекционировать. Как бы филателлия становится все менее востребованной, людей все меньше коллекционируют. А если Казахстан бросят собирать, это будет, ну, тоже для Казпочты одним из ударов, наверное. Спасибо, что смотрите канал ИП. Если какие-то темы по филателлии интересны, вам пишите в комментариях. Будем еще какие-то ролики по теме филателлии снимать. Всем спасибо. Спасибо. Спасибо.